Привет! Сегодняшнее мое видео возможно одно из самых сложных, потому что я хочу рассказать о том, как я уезжала, о своих ощущениях, о первых днях в США. Насмотревшись сериалов, я представляла Америку вот такой вот. Ах! Но когда я сюда приехала, я получила совсем обратный эффект. Я помню, как я уезжала из Ивано-Франковска, меня еще ждал отель в Киеве, потому что самолет улетал ночью. Я помню, как ехал поезд, а на перроне оставались мои самые дорогие люди. Это было ощущение воздушного шарика, который держится за ниточку. И вот эту ниточку оборвали. Ощущение полета, полета в неизвестность. Я долго не могла оторваться от окна, но я понимала, что назад дороги нет. В Киеве я еще переночевала ночь и прожила день. Погуляла по киевским улицам, наконец села в самолет. Мой рейс был с пересадками. Когда я улетала из Киева, это был маленький лайнер, там я встретила мальчика, который летел в Майами и собирался работать на круизных лайнерах. У нас были самые последние сидения в этом самолете, мы разговаривали. Этот мальчик не хотел идти на войну, нашел фирму, которая ему обеспечила этот перелет. Ему было лет 20, это совсем молоденький мальчик, фактически ребенок. Но знакомство с этим человеком дало мне какую-то надежду, что не одна я уезжаю. И тогда я поняла, что я, в общем-то, не одинокий воздушный шарик, который летит в небе, который тоже летит в неизвестность. Перед тем, как выехать в США, особого выбора у меня, в общем-то, не было. Конечно, я хотела попасть в Нью-Йорк, я знала, что там большая русская-украинская диаспора. Но денег на Нью-Йорк у меня не было, и в Детройте меня ждал человек, который обещал меня встретить. Мой самолет приземлился во Франции, я пересела на другой рейс. Это уже был большой самолет, огромный. Моим соседом был американец, он что-то мне говорил на английском языке, и тогда я поняла, куда я лечу. Я поняла, что английского языка я совсем не знаю. Я только мило улыбалась и ждала посадки. Паспортный контроль я прошла легко. Меня что-то спрашивали, какова цель приезда. В общем-то, я не врала, потому что у меня была туристическая виза, и я надеялась, что через полгода в моей стране что-то изменится. Мне поставили штамп, что я должна вернуться через полгода. Нужно сказать, что меня очень хорошо встретили. Люди приехали на машине. В доме людей, которые меня встретили, мне выделили комнату. Это был дом в живописном месте. На следующий день меня повезли в Детройт, показали центральную часть города. Это все пустые домики. Я читала, что даже меря не могла платить за коммунальні послуги, не мала чим мити в улице, прибирати сміття. Не выделялись бюджетные деньги. Мер даже оголосил в таку пропозицию, чтобы иммигрантам надавать официйный статус громадянина, чтобы заселять. Это «Дженералс Моторс». Там десь есть лифт. И на самом верху ресторан. Это мы зайшли в середину «Дженералс Моторс». Тут есть магазины, ресторани, комплекс из-за отдыха. Машины, которые готовятся в этой корпорации новой центральной зале. Там протекала река, которая ограничилась с Канадой. На другой стороне стояли опять же какие-то домики. Мы немножко погуляли среди фонтанов и вернулись домой. Я прожила еще одну ночь в этом доме. Но хорош тот гость, который уходит вовремя. На следующий день мы поехали искать рент. Рент – это аренда. То есть мы поехали искать мне жилье. Поскольку я уезжала из Украины, имея 900 долларов, я надеялась, что этих денег хватит. В общем-то, на один месяц проживания и на аренду квартиры. Прежде чем уехать, с тех пор, как мне открыли визу, я старалась мониторить, в общем-то, куда я еду. Как оказалось, поселиться я должна была не в том городе, который я искала по интернету, а в соседнем. Сказать, что это город – это значит глупо выглядеть. Когда мы поехали искать квартиру именно в этот город, в кавычках, и при въезде в этот город, опять же, в кавычках, я с первого взгляда поняла, что это гетто. Это стояли убогие двухэтажные дома. Все практически одинаковые, покрытые досками, окрашенными белую краску. Это были узкие улицы. Меня отвезли в магазин, где вывешивались объявления. Это был польский магазин. Единственное объявление, которое меня там ждало – это комната на втором этаже с душевой кабиной. Опять же, как мне сказали, город, в котором я буду жить, в общем-то, похож на мой город – на Ивано-Франковск. Для меня Ивано-Франковск – это областной город, туристическая мека в Карпаты. Пусть он не очень чистый, пусть он с разбитыми дорогами, но, гуляя по этому городу, я одевала каблуки, я всегда останавливалась где-то в кафешке. Я встречала своих друзей, знакомых, я могла гулять, я была там дома. Потом же мне сказали, что сходство было только в том, что до магазина можно дойти пешком. Так как я ехала, ехать нельзя. В Америку нужно ехать, либо имея определенную сумму денег, начиная желательно от пяти тысяч долларов, либо имея полную информацию и быть готовым на то, куда ты приедешь. Я пыталась что-то записывать на видео в городе, где меня поселили, и я в этот блог вставлю эти видео. Я снимала улицы, снимала свое жилье, поэтому можно будет представить, где я оказалась. Я человек такой, что очень люблю комфорт и какой-то дискомфорт. Имеется в виду бытовой, коммунальный, я чувствую физически и просто начинаю болеть. Итак, в результате оказалось единственное объявление в этом польском магазине. Мы позвонили и приехали посмотреть. Это была, в общем-то, кухня и маленький душ. Настолько маленький, что в кабину для душа нужно было проходить боком. Причем в этой душевой смеситель висел как груша, то есть он был статичный, без этого шланга. И потом я узнала, что, в общем-то, он поливал только половину туловища. Все остальное, простите меня за такие подробности, нужно было смывать ковшиком. Кабина постоянно протекала, все это текло вниз. Это был старый деревянный дом. Хозяйка постоянно прибегала и ругалась, что вода сочится вниз. Мои хозяева оказались, в принципе, хорошими людьми, но нужно учитывать, что это был их бизнес. Нужно идеализировать эту страну. Есть очень много фактов, которые меня поражают и даже возмущают. Я сейчас покажу, какая вода в Америке, питьевая вода, и чем я мою посуду. Посмотрите. Это бежит свежая вода. Она настолько хлоревана, что у нее вид молока. Здесь очень много иммигрантов. Видимо, власти перестраховываются. Все покрывается просто пеной. Еще то, что меня здесь поразило, это отопление. Здесь нет центрального отопления. Здесь работают вот такие фишки. Вот. Это нужно включить отопление. Вот. Сейчас оно начнет гудеть. Здесь стоит такой газовый котел. Он стоит у меня над головой. Я все время боюсь, что он взорвется. На Новый год он отказался работать. То есть выходил газ. Я слышала поток воздуха, но газовый котел не включался. Новый год у меня был безнадежно испорчен, потому что я замерзала. И теплый воздух выходит из этой дырки. Вот сейчас, если начнет дуть, так как фен дует, то значит котел заработал и включился. Если такого звука нет, значит котел не работает. Вот эта дырка. Сейчас мы ждем, когда он включится. Я подкрутила температуру. Этот датчик реагирует автоматически. Котел здесь старый и берет очень страшное количество денег. То есть за месяц я могу заплатить около 170 долларов. Да. Это если холодно. Если не очень холодно, то 150. Вот оно начинает дуть. То есть вся надежда на эту дырку, чтобы она сработала. Здесь вот я себе устроила такую спальню. Пол неровный. Мне это было странно. Это как горки американские. Вот такая кухня. Очень маленькая душевая кабина. Поскольку это был Детройт, депрессивный город, депрессивный штат, дома там стоили очень дешево. В принципе двухэтажный дом, деревянный, старый, можно было купить за 20 тысяч. Поэтому люди, которые там давно живут, покупали эти дома массово, делали какие-то там ремонты и сдавали в аренду. В последнее время рент там, то есть оплата за аренду помещения очень возросла. Туда приехали арабы, мусульмане, которые массово скупали эти дома и опять же занимались таким бизнесом. Итак, я решила согласиться на этот единственный вариант, но там было условие. Аренда стоила 350 долларов и нужно было еще заплатить за месяц вперед на случай, если я что-нибудь испорчу или, например, уеду раньше. Со мной заключили устный договор на полгода. В итоге я отдала 700 долларов из своих 900, которые я имела и осталась там. Первая ночь была невыносимая. За окном постоянно что-то гудело. Как потом выяснилось, в таких старых домах кондиционеры вешают на стену либо ставят под стеной. Это старый кондиционер и спать невозможно, такой идет гул. Потом я решила сделать перестановку, перетащила. Кровати не было, это были матрасы. Два матраса один на другом. Я перетащила их в другую комнату, чтобы можно было как-то спать. Когда я проснулась на следующее утро, я смотрела в окно. Окна, конечно, были очень маленькие, висели какие-то дешевые жалюзи. Дома у меня были огромные окна, всегда открыты балконы. У меня дома три балкона, всегда сквозняк, свежий воздух, птицы. Переночевав первую ночь в Америке, я услышала не птиц. Я услышала, как с утра до ночи поют Аллах Акбар. Я сидела тупевшая перед своим окном и видела, как по улице ходят женщины, полностью одетые в черные одеяния мусульманские. Я видела детей арабских, которые что-то там кричали. Я видела арабских мужчин. Дома стояли все впритык. И через окно свое я видела, как в соседнем доме на полу лежат штабелями матрасы, и там спят арабские мужчины. То есть этот дом, видимо, купили арабы, пригласили туда своих родственников, либо сдали в аренду, и вот таким образом они ночевали там. На улицу я выходить боялась. Мне предупредили, что этот город очень криминогенный, там большая преступность, учитывая, что это Америка и разрешено оружие. Опять же, могут стрелять. И большая численность черного населения, при том, что я блондинка, крашеная. В общем-то, я могла бросаться в глаза, и я старалась быть дома. Я иду по улицам Хамтрамска. Такое себе городишко, куда меня занесло. Это первый раз, когда я вышла сама на прогулку. В принципе, меня предупредили, что ходить здесь небезопасно. Небезопасно держать в руках телефон. Одевать сережки. Или доставать кошелек. К тому, как могут пробегать черные мальчики и вырывать все это из рук. Мне довольно-таки стрёмно. Я пыталась найти магазин. Улички здесь все одинаковые. Я только считаю, что вот от светофора предпоследний поворот будет моя улица. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. Вот, я надеюсь, что это моя улица. Вот. Сегодня воскресенье. Можно встретить только детей арабских или черных, которые еще играют в какие-то игры. и редких пенсионеров, которые прогуливаются с палочкой. Город этот привлекает украинцев, потому что здесь можно снять недорогое жилье. Можно снять комнату за 200 даже долларов. А если отдельное помещение, 350, ну, плюс коммуналка. Поэтому здесь очень много зарубитчан, так званых мастурбайтеров. Работают они на черных работах. Очень тяжелых. Женщины это мойка богатых домов с утра до ночи. Это каторжная работа. А мужчины в основном работают на крышах. Тоже рабская работа. Здесь живут люди разных национальностей совершенно. Это и арабы, и мусульмане, и черные, и европейцы. Когда я таким образом отсиделась два дня, мне позвонили и сказали, что пора выходить на работу. Как оказалось в этом городе, в кавычках, для меня это было гетто. Есть только два вида работы для вновь прибывших. Для мужчин это работа на крыше. Работа жуткая сама по себе. Очень тяжелая. Они постоянно имеют дело со смолой. У них черные глаза. На крыше они либо делают ремонт, либо ставят новое покрытие. Это работа в любую погоду или это мороз, или это пекучее солнце. Ты должен там отпахать, иначе тебе не заплатят. Для женщин это был клининг, уборка. В общем-то, я многодетная, одинокая мама, и такого не испугалась. Учитывая то, что в моей родной стране мне оставаться было опасно, для себя решила, что уборка меня не испугает. Мне дали номер телефона женщины, с которой я должна была связаться. Мы договорились о встрече. Меня должны были забрать в 7 утра. Я отправила свой адрес и поехала на свою первую работу в Америке. КОНЕЦ